МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Сергей Шанов покинул Самарский департамент городостроительства. С чем связывают увольнение главы ведомства? Получил повестку, приведив в порядок документы. Эксперты рассказали, как подготовиться к мобилизации. Финансисты со школьной скамьи со следующего года для учеников 10-11 классов ведут обязательные уроки по финансовой грамотности. Пейзажи родного города в технике художественная графика. В областной столице открылась выставка Елены Макеевой «Сохраненные четверостишья». В Самаре проходит межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Любимый образ». Сколько команд приняли участие в конкурсе? Жилой фонд Самары продолжают подключать к отоплению. По состоянию на второй день после старта отопительного сезона почти 3 тысячи многоквартирных домов из 10 тысяч 195 уже обеспечивается теплом. Об этом рассказали на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Помимо многоквартирных домов продолжают подключать и объекты социальной сферы. Как пояснили в профильном департаменте, эти учреждения делятся на две категории. В первую очередь теплом обеспечивают детские сады, школы, больницы и поликлиники, а также дома ребенка. Мы в социальную сферу школы, больницы, детские сады начали запускать до официального объявления отоп-сезона. Поэтому, если говорить по этой категории, на сегодняшний момент у нас 82% отдельно стоящие издания по соцсфере запущены. Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов уволен в связи с утратой доверия. Причиной стало выявленное нарушение федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации в части соблюдения требований по урегулированию конфликта интересов. Сергеем Шановым было подано уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или может привести к конфликту интересов. При проведении проверки этого уведомления комиссия администрации городского округа Самары по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов пришла к выводу, что руководителям департамента градостроительства были нарушены нормы, действующие в федеральном законодательстве. Муниципальные служащие обязаны уведомить работодателя о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения сразу, как только ему об этом станет известно. Однако Шановым в нарушении положения статьи 11 федерального закона 273 эта обязанность не была исполнена. Поэтому 28 сентября Сергей Шанов был уволен. Важно отметить, что данная ситуация никак не связана с рассмотрением представления прокуратуры по поводу командировки в рамках обучения в Дубай. Позиция администрации Самары по вопросу несоблюдения Сергеем Шановым порядка возмещения командировочных расходов остается неизменной. Орган местного самоуправления считает, что противоправных действий он не совершал. Общей цели и задачей в Самаре прошло совместное заседание Общественного совета и Молодежного парламента при Городской думе. Что обсуждали, расскажем в нашем сюжете. Новое поколение укрепляет позиции в политике. В Самаре состоялось совместное заседание Общественного совета Городской думы и Молодежного парламента, где подвели итоги совместной работы. В числе основных вопросов – организация летнего отдыха детей, прием учащихся в школы, готовность объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период. С докладами по этим темам выступили руководители профильных городских департаментов. Члены думской молодежи отмечают, что они всегда внимательно относятся к приглашениям поучаствовать в подобных мероприятиях. Это обмен опытом, это вот именно участие в серьезных каких-то вещах рядом со старшими коллегами, с настоящими депутатами. Передем много работы, не стоит останавливаться на достигнутом. Депутаты общественного совета также высоко оценили совместную работу с молодежью. Вот это взаимодействие, я думаю, что как раз даст тот результат нам подготовки не только молодежного парламента, но и, как говорится, настоящего взрослого парламента, депутатов, которые в ближайшие годы будут решать все проблемы для жителей нашего города. Правильная поставленная цель в жизни, она формируется в нашем совместном заседании. Самых активных членов думских совещательных структур отметили благодарственными письмами. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. В Самаре открылся Детский общественный совет приуполномоченным по правам ребенка в Самарской области. В этом году кандидатуры в совет представили все 13 образовательных округов региона. Сегодня члены совета определили стратегические направления, поставили новые задачи на ближайшее время. Подростков приветствовали уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Марина Тарасова, директор Института экономики и права Самарского университета Государственного управления Международный институт рынка Ольга Кленкина, член совета палаты адвокатов Самарской области Татьяна Иванова. Старшеклассница Полина Богатова видит свое профессиональное будущее в сфере юриспруденции. Девочка обучается в школе права, а год назад вошла в Детский общественный совет приуполномоченном по правам ребенка в Самарской области. Могу сказать, что это самые лучшие организации, в которых я когда-либо принимала участие и которые когда-либо развивала, потому что ребята, которые одновременно работают со мной, невероятно тоже заинтересованы в развитии данных движений и в продвижении сферы юриспруденции, правовой грамотности среди ребят и даже просто социально активной деятельности. Детский общественный совет приуполномоченном по правам ребенка в Самарской области существует с 2014 года. В него входят активные школьники региона, и один из них уже является членом Федерального детского общественного совета. Совет является представительным и коллегиальным органом детского сообщества области. Это тот орган, который должен помогать нам реализовывать основные стратегии, основные программы, которые озвучены нашему полномоченным президенту, которые поддерживаются и реализуются, но уже на протяжении определенного времени. Они должны стать путевкой жизни многим детям, улучшить их жизнь, улучшить уровень их образования, их досуга, их жизни в общем. В этом году кандидатуры в совет представили все 13 образовательных округов Самарской области. Мне очень интересно то, чем я занимаюсь, потому что, во-первых, в первую очередь, это дает гибкие навыки, soft skills, как это сейчас называют, это очень актуально. Во-вторых, это дает море, безграничное море, я бы даже сказал, океан новых знакомств, новых друзей. При детском общественном совете действует школа права. Занятия в ней позволяют познакомить школьников с основами современного российского законодательства, развить навыки работы с нормативно-правовыми документами. В качестве лекторов приглашаются адвокаты, прокуроры, судьи. Школа работает как в очном, так и в дистанционном форматах. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Самарские кардиохирурги провели сложную операцию на сердце пятилетней девочки. У нее была аномалия Ипштейна, заболевание, которое меняет анатомию половины сердца, встречается с частотой 1% от всех врожденных пороков развития сердца. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Пятилетние Полине и Сызрани сделали операцию по изменению строения правой половины сердца, правого желудочка и клапана сердца, конусную реконструкцию трехстворчатого клапана. В результате сердце начинает работать правильно и самостоятельно. Самому маленькому пациенту с таким диагнозом, которого спасли самарские кардиохирурги, было всего 7 месяцев. Прооперированные пожизненно наблюдаются специалистами. Получил повестку, приведив в порядок документы, что нужно предпринять, если есть счета в банке, ипотека, а на руках мобилизационные предписания. Эксперты рассказали, о чем нужно позаботиться в первую очередь, чтобы подготовиться к мобилизации. Если пришла повестка, у вас есть несколько дней, чтобы уладить все дела и лучше действовать незамедлительно. Первое, что нужно сделать, подумать, кто может распоряжаться вашей недвижимостью и счетами в банках. И дело тут не только в доверии, но и в том, чтобы этот человек впоследствии не был мобилизован. Это может быть супруга, если она не медик, мать или сестра. Нужно обратиться к нотариусу и составить на этого человека генеральную доверенность. В этой доверенности, соответственно, нужно оставить те полномочия, которые нынче военнослужащие считают необходимыми довериями. Это распоряжение имуществом, если он, конечно, готов на это. Это обязательно полномочия, связанные с банками, потому что, например, если есть ипотека, чтобы доверенное лицо могло гасить эту ипотеку, чтобы могло распоряжаться денежными счетами в банках, если военнослужащий считает необходимым полномочия доверить. Это все полномочия, связанные, например, с представительством в судах. Представим себе, что пока его не будет, его семья прольет соседей. Квартира находится у него в собственности, соседи обратятся с иском. Как он будет свои интересы защищать? Если вы считаете, что вас мобилизовали неправомерно, в доверенности нужно прописать и возможность для близкого человека отстаивать эту сторону вопроса. Прописать все полномочия, связанные со спариванием решения, с призывной комиссией, с военно-медицинскими комиссиями. Для того, чтобы близкие могли обращаться в правоохранительные органы, в суд, чтобы обжаловать решение. Также обязательно в эту же доверенность мы включаем полномочия на доступ к медицинской тайне. Потому что если что-то с лицом произойдет, чтобы то лицо, которому было доверено, могло получать доступ как к медицинским документам, так и к сведениям о состоянии здоровья. Потому что все мы знаем, что есть медицинская тайна. И никому, в том числе родственникам, без согласия больного, такие сведения не представляют. Все-таки человек уезжает в серьезную работу, где он может в том числе оказаться без сознания и так далее. И вот эти сведения должны быть у близких. Еще один документ, который вы должны оформить помимо доверенности – завещание. Но оно нужно только в том случае, если вы хотите оставить имущество не тем лицам, которые являются прямыми наследниками, либо распределить между ними имущество не так, как это делается по умолчанию. Кстати, при предъявлении повестки или мобилизационного предписания, нотариус вас примет без очереди и пошлину за составление документа не возьмет. И имейте в виду, что пользоваться телефоном с интернетом в зоне СВО нельзя. А значит, лучше оставить родным логины и пароли от важных сервисов, вроде госуслуг и мобильных банков. И еще один важный момент. В среду Госдума в третьем чтении приняла закон, который дает мобилизованным кредитные каникулы. Если на военнослужащего или на члена его семьи, это очень важно, то есть, например, на супругу, оформлен кредит, в том числе ипотечный, то по заявлению военнослужащим ему предоставляются так называемые кредитные каникулы. То есть на время призыва по мобилизации, пока он не закончит. И это относится не только к мобилизованным, но и тем, кто пошел к добровольцам, либо военнослужащим по контракту, выполняет задачи специальной военной операции. Соответственно, им предоставляются кредитные каникулы на время военной службы. Также, если вдруг военнослужащий его убьют, либо он погибнет от ранения, либо он станет инвалидом первой группы в результате полученного ранения таким военнослужащим, кредит спишут за счет банка или за счет МФО, то есть кредит погашать не придется. При наличии кредита мобилизованный должен сообщить о своем отъезде банку в письменном виде и предоставить подтверждающие это документы. Виктория Шара и Василий Колдашов. События. Далее коротко о других темах дня. С 1 января в России дополнительно на 4,8% проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров. Средний размер выплат увеличится до 21 864 рублей, сообщает пресс-служба Минтруда. В бюджете социального фонда заложено более 9,5 триллионов рублей на выплату пенсий, в том числе на страховые пенсии почти 9 триллионов рублей. Маткапитал на второго ребенка проиндексируют с 1 февраля следующего года по уровню фактической инфляции. Увеличение маткапитала заложено в бюджете социального фонда. Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тысяч рублей. Это на 65 тысяч больше, чем в нынешнем году. Маткапитал на второго ребенка вырастет почти на 86 тысяч рублей до 779 тысяч. Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то размер выплат на второго составит 189,5 тысяч рублей. Это почти на 21 тысячу больше, чем в текущем году. В российских школах введут обязательные уроки финансовой грамотности для старшеклассников со следующего учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Для учеников с 1 по 9 класс преподавание основ финансовой грамотности стало обязательным с начала текущего учебного года. Теперь финансовую грамотность добавят в школьный курс «Общество знаний» в 10-11 классах. Старшеклассники получат знания о финансовом рынке, о задачах и функциях Банка России, о финансовых технологиях, причинах и последствиях инфляции. Курс также включает темы, связанные с личными финансами и защитой от мошенников, с бюджетным регулированием и налогами. Учебные программы должны быть адаптированы к новым требованиям к 1 сентября 2023 года. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, направленный на запрет торговли животными в зоомагазинах и на птичьих рынках. Об этом сообщается на официальном сайте Думы. Поправки вносятся в закон об ответственном обращении с животными. В законе речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях, голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода, ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Документ наделяет правительство полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных, сообщили в Госдуме. Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года. Инвалиды по зрению скоро смогут не опасаться штрафов за несоблюдение правил выгула собак. Привлечь их к административному наказанию за нахождение собаки-проводника в неположенном месте станет невозможно. Такие нормы содержит законопроект, принятый во втором чтении Госдумы. Законодатели уверены, что для владельцев домашних животных нарушение для инвалидов по зрению и их четвероноких помощников вынужденная необходимость. Помимо прочего, собакам-проводникам слепых хотят разрешить гулять без намордника. Это позволит животному поднять упавшую трость незрячего хозяина или другую обороненную им вещь. Люди с ограниченными возможностями здоровья и безграничным талантом. В Самаре проходит межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Любимый образ». В нем участвуют 12 команд. В первый день участники состязались в хореографическом и интеллектуальном искусстве. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Самаре уже 16-й раз. Участники с нетерпением ждут его каждый год, чтобы вновь показать свои достижения широкой публике. Попробуйте на несколько секунд закрыть глаза. Вы же ничего не видите, вы только слышите. И как помочь такому человеку ориентироваться в пространстве. И вот здесь, благодаря инициативе губернатора, при поддержке правительства Самарской области, у нас существует целый ряд мер социальной поддержки и реабилитационных мероприятий, которые в такой категории граждан оказываются. Самая зрелищная и яркая часть фестиваля – показ приветствий. Здесь каждый коллектив старается максимально раскрыть таланты участников. Они в красочных костюмах показывают театрализованные номера. К событию команды готовились несколько месяцев. Областная библиотека для слепых выдала всем большой список исторической литературы. Нам все это нравится – репетировать, показывать, какое-то волнение. Ну, такое хорошее волнение, приятное и творческое, когда выступаешь. Это все люди на тебя смотрят, себя показать. Ну, на других, конечно, мы приехали команду посмотреть. Работа была большая и очень интересная, очень творческая. И много нового открывали, много новое, новое, новое. А вот такие фестивали, в которых участвует инвалид по зрению – это социальная реабилитация, это новые знакомства, это передача какой-то информации, взаимодействия. То есть цены нет таким мероприятиям. Посоревноваться приехали команды из разных уголков нашей страны. После показа визиток участников ждала интеллектуальная игра. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Пейзажи родного города в технике – художественная графика. В Самарском областном художественном музее открылась выставка «Сохраненные четверостишья» художницы Елены Макеевой. Подробности далее. На первый взгляд кажется, что это фотоснимки, но на деле художественная графика. Самарская художница Елена Макеева представила юбилейную выставку «Сохраненные четверостишья» на картинах пейзажа родного города. Улица Фрунзе, филармония, шпили костела, самарские дворы. Как рассказывает художница, в ее творчестве преобладают живописные работы. А это первая выставка графики. Мне больше всегда нравились живые наброски. И вот такая чуть-чуть недосказанность, когда можно к этой недосказанности добавить цвет, когда можно сочинить какой-то сюжет. Мне всегда нравились какие-то поиски, смешение материалов. Я люблю, когда у меня есть акварель, пастель, много применяю каркелюру очень в графике, мешаю технике. Не знаю, я всегда нахожусь в каком-то процессе поиска. Художница давно путешествует по городам России и Европы. Ее выставки проходили в Швеции и Франции. Но родную Самару Елена всегда вспоминает с любовью. Теплоту чувств передают и оттенки, которые автор использует чаще всего. Желтый, оранжевый, коричневый. Ну вообще, все, что здесь представлено, это из разряда личного моего восприятия. Мне бы хотелось, чтобы это были сюжеты, которые бы навеивали каждому какие-то воспоминания. Потому что, когда ты смотришь на какую-то работу, читаешь какую-то книгу, у каждого всегда возникают свои ассоциации. Выставка проходит в Самарском областном художественном музее. Мы видим Лену графику, но она же не останавливается только на карандаше. Мы видим здесь и пастель, и темперу, и соус. Здесь очень много экспериментов, здесь очень много смешанной техники. И любой профессионал, придя в этот зал, скажет, что художник высочайшего уровня. И у этого художника такая, знаете, мужская рука и очень женское сердце. В экспозиции представлено 47 картин. Все они нашли отклик у самарского зрителя. Мне очень нравится ее нежность, красота. Она описывает и наш город. И очень много у нее детского впечатления о детях. Вы знаете, настолько приятно смотреть иранцы. Конечно, это такая мощь, что можно только просто сказать браво в ее работе. И то, что сейчас я вижу, это не только графические листы, карандашные техники, но и графика, акварель. Здесь представлены все возможности. Восхищаюсь. Восторг, восторг. Посетить выставку «Сохраненные четверостишья» можно в художественном музее до конца октября. Евгения Усова, Василий Колдашов. События. Тренер сборной Казахстана по футболу не против матча с командой из России. Хоккеисты Тольяттинской «Лады» в овертайме обыграли «Барс», а борцы из Шанталинского района оказались лучшими в борьбе Киреш. Подробности в нашей спортивной рубрике. Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев заявил, что не против проведения матча со сборной России. По его словам, у России крепкая сборная с качественными футболистами. Напомним, ранее национальную команду России не допустили к участию в отборочном матче к чемпионату мира в Катаре 2022 года. Также команда не примет участия в чемпионате Европы 2024 года. Сборная России в сентябре провела товарищеский матч с национальной командой Киргизии и победила со счетом 2-1. Тольяттинская хоккейная «Лада» обыграла на выезде казанский «Барс». Встреча прошла в столице Татарстана в рамках регулярного сезона Всероссийской хоккейной лиги. Тольяттинцы приехали в Казань после первой домашней серии в сезоне, во время которой добились двух побед в трех матчах. «Барс» свою серию домашних игр начал с победы над Академией Михайлова в овертайме, а затем уступил «Московской звезде». Первый период команды завершили при равном счете 1-1, а во втором игровом отрезке болельщики заброшенных шайб не увидели. В третьем периоде хоккеисты «Лады» забили дважды, но получили два удаления подряд в концовке основного времени, которые реализовали хозяева, снова сравняв счет. В овертайме победа досталась «Ладе» 4-3. Автозаводцы после этой игры возвращаются в Тольятти, где их ждут два домашних матча, первый из которых состоится в воскресенье 2 октября, когда в гости к «Ладе» приедет Ростов. В Шанталинском районе состоялся традиционный турнир по керешу в национальной борьбе на поясах. В общем командном зачете первое место завоевали борцы из Шанталинского района Самарской области. Второе место заняли спортсмены из Нурлата, Республики Татарстан. Третье досталось представителям Сергача Нижегородской области. Все призеры получили медали, кубки и дипломы. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация Самары объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров по профессиональным направлениям муниципального регулирования. Сообщает телеграм-канал администрации промышленного района Самары. Среди направлений Безопасность и оборона Внешнеэкономические связи и инвестиционная политика Сфера социального развития Имущественные отношения Природные ресурсы и экология Промышленность и торговля Связь и массовые коммуникации Строительство и ЖКХ Транспорт и дорожное хозяйство Экономическое развитие и финансы Муниципальное управление Обеспечивающая деятельность Правовая, кадровая, информационная, аналитическая, организационная деятельность Подробности по телефону 332-8147 В Ленинском районе Половина домов с горячими батареями Об этом пишет телеграм-канал районной администрации На сегодняшний день Из 1156 домов Жилого фонда к теплу подключили 616 домов И работа продолжается Медицинские учреждения, детские сады, школы И реабилитационные центры Подключили к отоплению в полном объеме Участник Великой Отечественной войны Александр Иванович Десятников Отмечает свое 97-летие Он воевал на Дальневосточном фронте За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени Медалью Жукова И множеством юбилейных медалей Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары В своем телеграм-канале Поздравляет Александра Ивановича с днем рождения Желает крепкого здоровья, мирного неба и благополучия Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале Опросы на самые актуальные темы И сегодня выясняем, нравится ли нашим подписчикам Пасмурная погода 40% ответили, что нет, сразу падает настроение 37% говорят, что нравится, если не нужно выходить на улицу 23% считают, что в пасмурной погоде есть свой шарм Проголосовать и оставить свой комментарий Вы можете также в телеграм-канале Самары ГИС На этом пока все Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС На страничках в Одноклассниках и ВКонтакте Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях Все вам доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok